Будем шоковаться на площади Конституции, там дуже добре, такого знаково мисси. Что сегодня нового у нас? Сегодня уже пошел пятый месяц, пока ветераны во незалежность, волонтеры, тримают оборону нам этого местечка, требования остались неизменными. Пока хлопцы и девчата защищали Украину, ту Украину, которую на Майдане отстаивала небесная сотня, ни одного изменения обещанного в стране не произошло. Пытаются опять нас загнать в коррупционное болото, сдать национальные интересы. Поэтому наши требования правосудия для всех, антикоррупционный суд, чтобы министры, депутаты, инши-высокопосадовцы, прокуроры, судьи не были неподсудными, чтобы они не учили нас жить, будучи пойманными за руку на крадишке миллионев, а потом выступая в различных телевизионных программах. С депутатов должна быть снять неприкосновенность и должен быть изменен закон о выборах. Это только первые изменения, которые должны привести к демонтажу системы. Системы, при которой высокопоставленный сотрудник полиции может называть народ, который ему обязан защищать быдлом и бомжами. Системы, при которой Труханова, сына Авакова, беркутовцев, которые убивали небесную сотню, выпускают на поруки, и об этом никто не заявляет. А доброволец Александр Федорченко, народный герой Украины, который, в отличие от того же министра МВД, защищал Украину, вместе со своими попротивами уничтожал боевую технику россиян под Иловайском, лично был награжден министром МВД и при избиении, при неправомерном проявлении силы пытался защититься, сделать выстрел предупредительный из наградной сброи, для того, чтобы его не забили просто. Случайно рикошетом попало по ноге командира роты, того же бывшего беркута. Это становится предметом заявления целого министра МВД, который заявил, что раз суды не делают то, что ему потребно, он будет снимать охрану с этих судов. И уже пришло поведомление, что снята охрана Шевченковского суда, с того самого суда, который выпустил на поруки Александра Федорченко. Это показатель глубокого кризиса нашей державности, потому что, когда начинается приватизация органов влады, когда кто-то пытается превратить людей, получающих зарплату из наших налогов, в собственные частные армии, командиры которых считают нас бомжами. Это говорит лишь о том, что добровольцы, волонтеры, активные люди, как и в 2014-м, должны поставить, державя свое плечо. Но уже началось давление на судью, которое не освободило от ответственности Александра. Александр как раз-таки написал, что да, это он стрелял и готов отвечать за это в суде. А всего лишь дала возможность ему выйти на поруки. И вот, обратите внимание, он находится здесь, не в бегах. Поверните туда, пожалуйста, камеру. Вот Александра Федорченко. Давайте ему поаплодируем, не только за то, что он во время Иловайска выполнил свой долг, но и за то, что он, в отличие от массы министров и депутатов, которые, будучи пойманными за руку, заворачиваются в пледики и бегут от ответственности, он сделал то, что сделал. К сожалению, да, пуля рикошетом попала в стегну бывшему беркутовцу. И Александр говорит, я не хочу, чтобы мои заслуги были для меня индульгенцией. Я готов отвечать за все, что я сделал. Но почему в нашей державе так все влаштовано, что убийцы небесной сотни спокойно выходят на свободу, и это никого не интересует? А из-за того, что один раз справедливость, хотя бы временная, коснулась обычного человека, добровольца, у нас целые правоохранительные органы перестают выполнять свою функцию. Друзья, давайте, я думаю, что... Не-не, Александр, возвращайтесь назад. Я думаю, что люди Семенченко уже насмотрели за все это время. Хотелось бы вам дать слово. Буда, скажите, что у вас на душе? Ну, я полностью согласен с тем, что сказал Семен Семенченко. В нашей стране, к сожалению, глубочайший кризис власти. Верховенство права попирается на каждом шагу. Труханов, обвиняемый в раскрадании 150 миллионов гривен, спокойненько себе приступил к работе. А люди, которые пришли требовать справедливости, оказались избитыми. Часть из них оказалась в изоляторе временного задержания. А остальных людей, которых упаковали, избили и поломали, просто привлекли, оказывается, как свидетелей. Поэтому нас не устраивают такие расклады в нашей стране, и мы именно поэтому стоим на площади Конституции и отстаиваем наши конституционные права. Спасибо всем за внимание. Слава Украине! Героям слава! Спасибо! Разойдись! Что скажешь?